Традиционный турнир, который проходит в течение ряда лет, посвящен Светлане Лебедевой. Она стояла у истоков развития этого вида спорта в России. Именно поэтому ее считают родоначальницей художественной гимнастики на Рязанской земле. За прошедшие 50 лет наш регион воспитал 5 заслуженных мастеров спорта. 14 мастеров спорта международного класса, 6 чемпионов мира и 10 заслуженных тренеров России. По получению мастеров спорта России, безусловно, художественная гимнастика здесь у нас на хорошем уровне находится. Но достижений, так скажем, очень высокого уровня за последнее время не было. Это связано с рядом определенных причин. Конкуренция стала больше в художественной гимнастике. Если несколько лет назад она тоже существовала, но не настолько мощная была, а сейчас это. Потом условия, которые создаются. Мы надеемся, что те условия, в которых сейчас тренируются наши художественные гимнастки, они, конечно, будут способствовать тому, чтобы у нас было больше побед на соревнованиях европейского и мирового уровня. Нам этого очень бы хотелось. Сейчас с появлением новых спортивных комплексов, а также активной жизненной позиции родителей, все больше детей выбирают для себя именно художественную гимнастику. В этих соревнованиях принимают участие 435 гимнасток из 15 субъектов Российской Федерации. Среди них Москва, Рязань, Удмуртия, Башкирия, Калуга и другие города. География меняется, и участники меняются. Кто-то уже вырастает из возраста, появляются новые у нас гости. Но то, что глобально изменилось, то, что мы, наконец, в таком прекрасном спортивном сооружении. Соревнования проходят на высоком уровне, ведь спорткомплекс «Арена Атрон» предназначен для занятий художественной гимнастикой и футболом. Здесь преподают тренеры из государственных и частных спортшкол. Идет активное действительно развитие по футболу и по художественной гимнастике. А зачем мы это делаем? Как все же смысл жизни в детях. И мы, и наша группа, моя группа, и другие неравнодушные люди делают все возможное для того, чтобы город развивался. И наши дети все-таки были не обделены, в нашем случае, спортзалом. 12 апреля в России – День мецената и благотворителя. Так что не лишним будет отметить тот вклад, который внесли неравнодушные люди в создание подобных спортивных комплексов. Работа над улучшением условий для развития спорта в регионе продолжится. Так, в «Арена Атрон» планируется заполнить спортивными залами и секциями еще два этажа. Ну а что касается этого турнира, в течение трех дней определятся победители по всем возрастам от 4 до 17 лет. Заниматься оценкой выступлений по трудности, артистизму и исполнению на протяжении этих дней будут три судейские бригады. Ну а нам остается пожелать спортсменам удачи.